Каждый год, который мы с вами проживаем, мы можем рассматривать его по-разному. Мы можем рассматривать его как времена года. Весна, осень, лето, зима. Можем рассматривать его с государственной жизни. Можем рассматривать с точки зрения нашей профессиональной деятельности год. Можем рассматривать его по календарю нашей жизни, нашего рода, дни рождения, дни браков наших. Но мы должны рассматривать год, в первую очередь, по календарю Бога, по календарю церковному. Для нас это очень важно, потому что мы готовимся к переходу из этого мира в мир другой. И если мы не будем знать этого мира Божьего, тогда мы ничего не поймем. Вот как храм наш, где мы находимся сейчас? Мы находимся в Царстве Божьем. Вот Божья Матерь, Господь наш. Вот родители Божьей Матери. Вот святые. Это Царство Божие. Или мы будем в Царстве Божьем, нас Господь уже к этому потихоньку адаптирует. Или же мы будем вне Царства Божьего. Вы на одно мгновение представьте себе, что огромное количество людей, которые в храм не входят. Они живут в другом мире. А когда они умрут? А умрут все обязательно, все умрут. Как они тогда представят себе этот мир? Ну и они даже не задают себе вопрос, а что с нами будет после этой жизни? И будет ли с нами вообще что-нибудь? Если с нами после этой жизни ничего не будет, тогда о чем вообще говорим? Тогда зачем нам эти кандидатские, докторские? Зачем нам машины, деньги, браки? Когда ничего после нас не будет. Поэтому сегодня мы, придя в Церковь Божию с вами, мы уже должны знать, что здесь есть свой календарь. И в этом календаре есть свои события. И в этом календаре есть замечательные люди, которые имеют особенности, что они говорят. И они вообще вложили в эту жизнь нечто свое. И вот когда мы год рассматриваем таким образом, сентябрь месяц, начало нового года, сентябрь месяц, 14 число, начало нового года. И дальше что мы в сентябре отмечаем с вами? Рождество Божьей Матери. Вот два события для нас очень важных. Рождество Божьей Матери и Рождество Иоанна Крестителя. Мы должны придать особое значение и Божьей Матери, и Иоанну Крестителю. Это вообще два особых совершенно человека. Они чудесным образом вошли в этот мир, чудесным образом имели замечательных родителей, и они выполнили особую роль вот на земле. Божьей Матери искупила грехи Евы, достигла того, что Господь с телом ее взял на небо, и она пребывать будет всегда с телом на небе. А Иоанн Креститель, который пришел раньше всех, удостоился вообще особого совершенно и рождения, и жизни в пустыне, и проповеди особой, и коснулся главы Христа. Он последний пророк, высший пророк, и всех, которые когда-либо были, потому что он крестил самого Господа, Бога Человека Христа. Поэтому мы им придаем особое значение. И дальше наш круг церковный начинается Рождество Божьей Матери. Почитаем особо Рождество Божьей Матери. Потому что через Божью Матерь родился Христос. Дальше соответственно и логично вытекает Рождество Христово. Все понятно. Все. Начало Нового Года. Почему начало Нового Года? Люди начинают праздновать заранее уже Новый Год. Еще пост идет, а они уже начинают упиваться. Рождество Христово определяет Новый Год. Вот чем вопрос. Поэтому Новый Год начинается с Рождества Христово. И дальше события, конечно. Мы отмечаем Пасху, конечно. Все. Господь совершает невероятное. За пределами нашей логики. Добровольно умирает. Идет на смерть добровольно. И нам показывает, что нет смерти. Есть жизни. Победа жизни над смертью. Воскресает не просто воскрес, но еще 40 дней ходит по земле, общается с людьми, с учениками, конечно. Но первые об этом узнают, кто женщины узнают. Мария Магдалина. Мария Магдалина первая увидела Христа воскресшего. Жены мироносицы. И именно они за свою решимость как бы стали первыми апостолами и возвестили. Даже апостолам Христа, ученикам Христа, возвестили, что Христос воскрес. Пасха Христова. Победа жизни над смертью. Рядом с Пасхой что находится у нас сегодня? День Победы находится рядом с Пасхой. Вот как год, видите, выстраивается. Он совершенно по-другому выстраивается. И, наконец, мы входим с вами уже в день рождения Церкви. После Вознесения Господа. День рождения Церкви. День Святой Троицы. День Святой Троицы. Все. День рождения Церкви. И когда день рождения Церкви совершается, после этого первый воскресный день – День всех святых. Второй воскресный день – День всех святых в земле российской просеявших. А сегодня мы вспоминаем Петра и Павла, первых апостолов. Первый верховный апостол – Петр и Павел. Все апостолы потрудились. Большинство из них окончило жизнь мученической. Все окончили жизнь мученической. Но они были все разные. Вот это очень важный момент. И мы в храме с вами стоим. Мы все разные. И священники все разные. И монахи разные. И епископы разные. И патриархи разные. Это очень важный момент. И мы знаем, что каждый человек, который рождается в этот мир, он уже не похож даже на своего брата и сестру. Хотя от одной и той же матери, от одного семени отца. И вот мы видим с вами, что вот в этом есть какая-то удивительная совершенно премудрость Бога Творца. И вот если мы обращаемся сейчас к Петру и Павлу, к первоверховным апостолам Петру и Павлу, то мы видим, что у них ничего вообще общего не было. Ничего. Ничего. В силу нашего регламента богослужения я чуть-чуть прикоснусь просто к жизни этих людей. Немножко прикоснусь. И вы увидите, что они совершенно разными были. Они были не похожими друг на друга. Апостол Петр. Он с братом Андреем пришли к кресту. Брат Андрея, его называется Андрей Первозванный. Андрей пришел раньше, чем Петр. Апостол Петр имел имя Симон. Симон. Если перевести на наш язык, это значит услышанный. Симон услышанный. Услышанный. Он был сын Иудея Ионы. Сын Иудея Ионы. Из колена Симеонова. Из колена Симеонова. Там понимали, из какого кто колено. Мы из какого колена с вами? Мы из какого рода с вами? Не знаем. Они не знали. Он из колена Симеонова. Каждый из них знал, из какого колена. Происходил из Вифсаиды. Это маленький город в Галилее, языческой в Палестине. Небольшой городок. Из Вифсаида. У него была супруга. Дочь Арестовула. А кто такая дочь Арестовула? Это брата святого апостола Варнавы. Он имел от нее двух детей. Мальчика и девочку. Видите, он был простой человек и не готовился к этому совершенно. По характеру он был совершенно бесхитростный. Скажем, он был простец. Он был не книжный. Он был не книжный. Он был простой человек. Но проникнутый был страхом Божьим. Он жил в страхе Божьем. Если бы сейчас с нами рядом стояли наши родственники, которые жили в пятом, седьмом, десятом, двадцатом поколении, вы увидели бы, они все имели страх Божий. В отличие от нас с вами. Когда человек не имеет страха Божьего, он такой распущенный человек. Его уже ничем нельзя вообще упразднить каким-то образом, как-то его утихомирить, когда он не имеет страха Божьего. А когда люди имеют страх Божий, это совершенно другие люди. Он соблюдал все заповеди Господа. «Ходил пред Богом без пороков», сказано. «Ходил пред Богом без пороков». Что это значит? Вступил в брак, он никогда, конечно, не изменял жене своей. Конечно, он не матерился, как сегодня матерятся люди. Конечно, он не употреблял того, что может повредить нашему здоровью. Сказано «Ходил без пороков». Это очень важный момент. Какое занятие его было? Его занятие было, он был рыболов. Кто жил в лесах, жили от леса. Кто жил на реке, жили от реки. Он жил на берегу моря, они жили от моря. Он был рыболов. Но что это значит, рыболов? Рыболов его была как бы профессия, ремесло его было. Сказано, что он кормил этим свое семейство. Кого он кормил? Жену кормил, детей кормил, тещу свою кормил, отца своего престарелого, и он укормил. Семейство его жило в Капернауме. В Капернауме. И когда теща его заболеет, Христос войдет к ней, к теще, и исцелит ее. Как я сказал, Андрей уверовал раньше, брат его уверовал раньше. И рассказал он Симону, своему брату, будущему Петру, рассказал ему о Христе, Андрей рассказал. Симон, когда услышал о Христе, сам пошел, чтобы видеть Христа. И когда он подошел к Христу, то Христос, не зная Симона, никогда не видел его до этого, сразу сказал, ты, Симон, надо же, ты, Симон, сын Ионин, сказал он ему. Он не видел его ни отца, не видел ни его самого, но это Бог был перед ним. Он ему сразу заложил основание веры. А дальше что он ему говорит? Ты наречешься Кифа. Что значит камень Петр? На наш язык камень Петр переводится. Кифа наречешься. Он ему уже сказал, кто он будет потом. Сказал, кто он, от кого он, кто отец его и кем он будет. Все Христос уже ему объяснил и сказал. Потрясающе. Мы знаем, что Петр воспылал любовью Господу. Любовью воспылал. Но Господь призывал его к апостольству, когда окрепла в нем вера и решимость. Апостол не может быть без веры и решимости. И без любви. Миссионер не может быть без веры и решимости. И еще без знаний определенных. Поэтому, когда в нем окрепла вера и решимость, тогда только он его призвал к апостольству. Не сразу. Да, он ему сказал, что ты, Симон, что ты, сын Ионин, что ты будешь наречешься Кифа, камень. Все сказал. Но не сразу призвал его. Еще в нем зрело что-то. В нем еще прозревало что-то. В нем что-то рождалось. В нем рождалась уже новая какая-то жизнь. И когда все это свершилось, тогда только Христос призвал его и его брат. Когда это свершилось, после заключения Иоанна Крестителя в темницу, в тюрьму, после заключения, под стражу, Христос проходил близ моря Галилейского и увидел Петра и Андрея, которые закидывали сети в море. И сказал им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Они были ловцы рыбы, а он говорит, я вас сделаю ловцами человеков. Но когда это свершилось? Когда это свершилось? Когда он теснимый народом, теснимый народом, потому что он говорил проповедь, а народ слушал его, он ближе подвигался к морю, ближе, и здесь стояла лодка Андрея и Петра, Симона. И он вошел в эту лодку и стал с этой лодки проповедовать, уже показывая им, что и они станут со временем проповедовать. И когда окончилась вот эта проповедь, потому что народу все больше и больше было, а нужно с народом заниматься, Господь говорит, жатвы много, а делателей мало. И Христос им уже показывает, смотрите, люди, вот видите, сколько за мной ходит людей, скоро вы уже перестанете ловить рыбу, вы будете уже заниматься ловлей людей, улавливать их в Церковь Божию. Другой невод нужен будет, другое дело нужно будет совершать. И когда он окончил говорить перед народом, он неожиданно совершает действие такое удивительное. Он просто совершает действие. Он говорит, закиньте еще раз невод в море. Они ему говорят, учитель, мы целый день сегодня закидываем невод, и ничего не поймали. Но Христос настаивает и говорит, вот сюда закиньте, вот в это место. Они профессионалы рыбаки. Они знают это море. Куда закинуть? Вы думаете, что местные жители, которые ходят в лес, они что, ходят по лесу и ищут грибы? Да они знают, где грибы растут. Они сразу идут туда, где растут грибы. Так и здесь. Петр и Андрей знали прекрасно это море. Они целый день ловили там, где есть рыба. И они ему говорят, что ты говоришь нам? Мы этим делом всю жизнь занимаемся. Ты что нам говоришь? Мы целый день ловили рыбу, ничего не поймали. Но Христос настаивает и говорит, закиньте сюда рыбу, в невод. И когда они закинули невод, все эти свои закинули. то они не могли вынуть рыбу. Сеть рвалась, столько рыбы было в сети. И они вдвоем не могли вынуть эту рыбу, вдвоем не могли с братом. Тогда они из других лодок попросили, говорит, подойдите нам, помогите. И когда они вынули эту рыбу, разложили ее по лодкам, Петр, Петр, простец, он не книжный человек, он простец, он встал на колени и сказал, Господи, уйди отсюда. Он был потрясен, он не выдержал это, я не могу, уйди отсюда, говорит Господи. Я грешный человек, уйди отсюда. Он ничего в жизни не видел вообще подобного. И он тогда понял, с кем он имеет отношение. Кто перед ним стоит. Выйди от меня, говорит Господи, потому что я человек грешный. Ужас объял его, ужас объял его. Но Господь сказал ему на это, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Как это будет ловить человеков? Это что за профессия, ловить человеков? Да, он будет апостолом, но сначала он должен стать его учеником. Вот теперь у него, после этого чуда, уже появилась решимость вера в Господа и любовь к нему, и любовь. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Это решимость. Чем мы отличаемся от святых? Чем мы отличаемся от апостолов? У нас нет решимости. Мы вроде бы хотели бы так жить, но не хватает. Пороха не хватает. Воля наша к смерти. Мы покурим, поблудим, посмотрим телевизор, в интернетик зайдем. Нам еще надо поблудить. Нет решимости. Если бы была решимость, то это было все по-другому. И так мы сказали, что Петр просто сердечный, имеет веру, любовь и решимость. Посмотрите, Христос идет по воде, ушла лодка, лодка ушла. Ученики уже ушли, а Христос остался на горе помолиться. Одни они отправились, одни по морю. И вдруг неожиданно они увидели, как призрак. Кто это там идет? Человек это или не человек? И вдруг они увидели, что их учитель Христос. И когда Христос по воде подошел к лодке, он идет по воде. Он их догнал. То Петр неожиданно говорит, Господи, а я могу пойти по воде. Смотрите, какой он был интересный. Он был наивный совершенно человек. Простец был. И Христос говорит ему, иди. И когда Христос вышел из лодки, он встал на воду и пошел по воде. Пошел к Христу. Но в это время Господь показывает. Он показывает в это время нам, нашу природу. Вдруг дунул ветер, буря дунула. И когда дунула буря, Петр устрашился в буре и стал тонуть. Помоги, Господи, и руку протягивай. Тону, видишь, Господи. Он говорит, ну что ты маловерный, маловерный, устрашился. Подал ему руку и опять поднял его, как на асфальт, как на землю, на море, на воду. Посмотрите. И вот они, находясь с Христом, рядом с Христом, они все время видели вот эту мощь и силу Христа. Им открывалось такое для укрепления их веры, потому что потом им придется все человечество призывать к Богу. Улавливать человечество в Церковь Божьей. Петр будет везде с Христом. Он будет и на Тайной Вечере. Он будет на горе Фаворе. Он поднимется с Христом на гору Фавор, куда Христос возьмет всего трех учеников. И Петр будет среди них. И там Петр тоже отличится. Потому что, когда сойдет на них благодать святаго Духа, когда они услышат слово Отца Небесного, сей Сын Мой возлюбленный, тогда Петр скажет, что как хорошо здесь, Господи. Останемся здесь. Он все время что-то говорил. Он все время был такой удивительный человек. Простец был. Он все время показывал Христу, как он любит и Христа. И когда на Тайной Вечере Христос скажет ученикам, что вы все оставите меня, один из вас предаст меня, то Петр именно вперед выйдет. Именно Петр скажет, что Господи, если все тебя оставят, я тебя никогда не оставлю. На это Христос ему скажет, а ты, Петр, сегодня отречешься от меня трижды. Он напросился. И Петр будет до конца дней вспоминать, как он трижды отрекся от Христа. Когда Христа арестовали. Трижды отрекся. Он понимал, что он первый верховный апостол. Но он всегда знал, что он ниже всех. Он говорит, я ниже всех апостолов. Потому что я три раза отрекся от Христа. И когда будет идти, Христос в последний раз будет идти в Иерусалим с учениками, и неожиданно задаст вопрос ученикам, и скажет им, за кого почитает меня народ. Ученики будут говорить, кто тебе почитает за Яна Крестителя, кто за одного из пророков, кто и за Илью, пророка. И вдруг неожиданно Христос скажет, а вы меня за кого почитаете? И опять Петр выйдет вперед. Опять Петр вперед выйдет. И скажет, ты Христос. Ты сын Бога Живаго. Потому что он уже видел Христа, который преобразился на горе Фаворе. Он уже видел его. И его природу видел истинную. Вот каков Петр. Но через мгновение Петр начнет прикословить ему. Когда Христос скажет, мне надлежит последний раз пойти в Иерусалим, я буду там арестован, меня лишат жизни, и в третий день я воскресну. И опять Петр, опять Петр выделится. Он скажет, да не будет этого, Господи. Он дерзнет сказать Христу, который выполнял особую программу поручения и благословения Отца Небесного. Он дерзнет ему сказать, да не будет этого, Господи. На что сразу получит ответ, отойди от меня, сатана. Только сейчас о нем говорил Христос совершенно другие слова. А сейчас сказал, отойди от меня, сатана. Ибо не ведаешь, что говоришь. Потому что Христос не свою волю исполнял, а волю пославшего его Отца. Вот это для нас очень важно. И когда он скажет, Петр скажет Христу, что ты Христос, Сын Бога Живаго, когда он ему скажет, то смотрите, какое превосходство перед другими апостолами выделит в нем Христос. Он уже перед всеми учениками, Христос покажет, какое место будет занимать именно Петр среди апостолов. Посмотрите, какие слова говорит Христос о нем. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущие на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на семь камней я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Посмотрите, как его возвысил. На какое место поставил Христос именно апостола Петра? Петр окончит свою жизнь в Риме. Он будет стоять во главе римской общины огромной. Мы знаем, что первые три века дали самое большое количество мучеников, около миллиона мучеников за Христа. И во главе этой общины римской стоял Петр. Простец. И мы знаем, что община попросила Петра, чтобы он ушел. Мы уйдем из жизни, мы отдадим свою жизнь за Христа, а ты должен сохраниться. Община упрашивала Петра, чтобы он сохранил свою жизнь, чтобы продолжал проповедовать. И Петр, внимая воле общины, любви этих людей, которые берегли его, он действительно их послушает и пойдет из города. Он пойдет из Рима, и когда он будет выходить из Рима, кого он увидит? Он увидит, навстречу ему идет Христос, Который давно уже вознесся к Отцу Небесному. И он скажет ему, куда ты, Господи, идешь? Петр спросит его, куда ты, Господи, идешь? И Христос скажет ему, я иду вместо тебя второй раз распяться. И тогда Петр поймет, что он не должен уходить никуда. Петр понял, что пришло его время. И в другом месте Христос тоже откроет ему. Когда он воскреснет, он ему скажет, Петру, что придет время, когда ты не по своей воле пойдешь туда, куда тебя поведут. И вот это время пришло. Когда Христа распинали, приняли решение распять на кресте Петра, то Петр попросил и сказал, я не достоин быть развитым, как мой учитель, потому что я от него отрекся трежды. И попросил, чтобы его распяли вниз головой. Что такое распятие вниз головой? Это значит кровоизлияние в мозг. И так окончилась земная жизнь вот этого ученика, которого мы почитаем, как первоверховный апостол Петр. Видите, какой путь от простого рыбака, от простого человека до апостола Христова. Что касается апостола Павла, это совсем другой человек. Если Петр не книжный, то это книжный человек. Он из другого рода, из колена Вениамина. И, конечно, апостол Павел сам о себе говорит. Даже в его словах, в его послании, он уже говорит об этом. Он, как книжник из 27 книг Нового Завета, из 27 книг Нового Завета, он вложил в эти книги 14 своих посланий. Он был очень образованный человек. Он окончил школу Гамалиила, разумнейшего учителя еврейского народа. И он учился у него. Он был очень ревностный в Ветхом Завете. И когда он узнал о том, что появилась секта Христа, ученики Христа, он сам пришел в Синедрион, сам в Синедрион, высший орган управления еврейским народом. и попросил и сказал, дайте мне воинов, я пойду и уничтожу эту общину. Он был тогда еще Савву, как Петр был тогда еще Симон. И вот этот Савву имел решимость, он был решим, он не был в браке, все противоположное в отношении Петра, все противоположное. Он был ревнитель закона Божьего. И когда ему дадут воинов, когда ему дадут воинов, чтобы он пошел и уничтожил эту первую общину в Дамаске, то совершится его встреча с Христом. Они будут идти к Дамаску, где-то остановятся, может быть, перекусить, отдохнуть в дороге. И Саввул отойдет в сторону, может быть, помолиться отойдет, поразмышлять о чем-то. И когда он отойдет в сторону от этих воинов, он увидит в воздухе прям Христа. Христос явится ему в воздухе, в славе своей. И скажет ему, что ты меня гонишь? И тогда Саввул, чтобы убедиться и не ошибиться, сказал, кто ты, Господи? И Христос ему скажет, я Христос, которого ты идешь гнать. Все. Больше ему ничего не надо было. Когда он увидел, что Христос не человек, когда он увидел его в славе, когда он его увидел в этом качестве, когда он услышал его голос, когда он понял, что он с ним именно беседует, он его выделяет из всех людей. Все. Больше ему ничего не надо было. Но когда Саввул увидел Христа, он ослеп. Также ослеп, говорит предание нам наш Владимир равнопостольный. Когда он решился, что он примет крещение, он тоже ослеп перед этим. И в Херсонесе, когда его крестили, его слепого якобы ввели в купель, и после крещения он прозрел. Но он уже был другой природы. Если он был воин, жестокий человек был, беспощадный, имел 700 жен гарем, то после крещения он стал совершенно другим человеком, этот Владимир. И Саввл стал после встречи с Христом другим человеком. Да, он был слепой, он еще был пока слепой, он еще не знал, что такое христианство, он не ходил с Христом, он не знал, что Христос признется на землю, какие слова, какие чудеса. Всего этого не знал этот Саввл. Его слепого приведут в Дамаск, и там апостол Анания его крестит. Христос явится и ему скажет покрести его. И когда его покрестят, он покрестит, у него вернется и зрение, но он станет уже другим, он станет преповедовать, он сразу начинает проповедовать Христа. И будет всем рассказывать, как он видел Христа, как он общался с Ним, но он ничего не знает о Христе, он не знает ничего о его жизни, он не знает и не слышал его слов. И когда он поймет, что ему надо осмыслить это, он вернется в Тарс, отправится туда, где он родился, где сестра его живет, он там будет шить палатки, как сегодня есть строители, которые строят дома, а он шил палатки. Такие же дома, потому что там у них жара, они живут в палатках, жили в палатках. Но он в это время размышлял, он все, все понял. Он заново изучил и понял Священное Писание. Он понял, о ком пророчество. И когда он пришел в силу понимания своего, тогда он вышел на проповедь, и его взял на проповедь один из апостола. Но в скором времени он отошел от этого апостола, и Господь сам ему дал уже его дело. Он стал апостолом не евреев, стал апостолом язычников. Кто такие язычники? Другие народы не евреи. Как мы сегодня говорим, язычники не христиане, так тогда говорили, кто язычники, это не евреи. И он пошел к язычникам. И как я вам сказал, он вложил в карвану церкви 14 посланий, в которых все объяснил, все, о чем он размышлял, что он продумал. Он образованнейший был человек, в отличие от Петра и от других апостолов. Что он говорит о себе сам? Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, безмерно в ранах, более в темницах и многогратно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорок ударов без одного. По сорок ударов получил били палками за то, что он проповедует Христа. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Смотрите, всю ночь и день пробыл в глубине моря, живой остался. много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, то есть от евреев, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустынях. Смотрите, он рассказывает о себе, какая его жизнь была. в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в трудах и изнурениях, в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Какая жизнь удивительная. и, конечно, заботя о церкви. Вот такая жизнь его была апостола Павла. Однажды, когда он увидел, что Петр ведет себя немножко лукаво, когда пришли иудеи, он стал перед ними заискивать, он обличил даже Петра. Решимость Павла была потрясающая. И мы знаем еще следующее, что Господь показал Павлу, что его ожидает после этой жизни. Ему было открыто третье небо. И когда он погрузился в это третье небо, когда он увидел, что его ожидает, третье высшее, что есть в Царстве Небесном, когда он пришел в себя после этого видения третьего неба, Царства Божьего, он сказал такие слова, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Все. После этого и земная жизнь потеряла смысл для него. Он продолжал проповедовать, он продолжал ходить, но он уже все, он уже размышлял о Царстве Небесном. Он уже не держался за эту жизнь и за свое тело. И когда он был арестован, с ним не должны были ничего сделать, потому что он был гражданин Рима, он был римский гражданин. Но он, вопреки всему, попросил, чтобы его лишили жизни. Сам попросил. Он окончил свою жизнь усекновением главы. глава была и не стало. Усекновение главы. Как и Иоанн Креститель. Так окончилась жизнь этих двух людей. Прошло уже две тысячи лет, а мы помним о них. Мы не знаем наших родных в четвертом, пятом, шестом поколении. Но мы же знаем Петра и Павла, вот они с нами. Это говорит о том, что они живые, они являются людям, помогают людям, кто к ним обращается. Иногда говорят, почему вы к нам так мало обращаетесь? Поэтому сегодня мы пришли в Церковь Божию, мы пришли в Храм Божий, Храм Дом Молитвы, и мы видим здесь, в этом Храме Святых, но над всеми Святыми возвышаются Петр и Павел, как первоверховные апостолы. И оба они, сделав так много для церкви, они почитали себя самыми низшими и худшими из апостолов. Апостол Петр всегда считал, что он отрекся от Христа и почитал себя низшими всех. А апостол Павел всю жизнь говорил, да, я сделал очень много, я сделал больше всех, но я ниже всех, потому что я гнал Церковь Божья. К чему я вам это говорю? Я вам говорю о том, что не забывайте, что мы грешные с вами люди. Иногда мы о себе бываем такого мнения, что мы уже давно молимся, что мы давно исповедуемся, причащаемся, и когда мы видим, что вошел в Храм какой-то преступник, какой-то человек, который вор, может быть наркоман, может быть алкоголик, мы говорим, а он-то что здесь делает? Он сосед мой, я знаю его, этого соседа, он-то что сюда пришел? А он тоже пришел сюда как грешник. Кто пришел в церковь? В церковь пришли грешники. Кто себя, кто почитает себя грешникам, тот и пришел в церковь. А кто почитает себя праведниками, они смотрят сейчас телевизор, похмеляются, они праведники. Им не до этого. А мы грешники, и мы радуемся, когда какой-то человек приходит сюда. И мы знаем, что за эти две тысячи лет через церковь прошли и короли, и цари, и императоры, и вельможи, и учителя, и врачи, и законодатели, и ученые, кого не было только в церкви, и крестьяне, и рабочие, и инженеры. Поэтому сегодня мы радуемся, что сегодня особый день Петра и Павла по памяти их, и всех остальных апостолов. вот мы сегодня уже живем в дне рождения нашей церкви, который начался от дня Святой Троицы. Поэтому мы поминаем сегодня и почитаем святых наших, святых в земле русской просиявшей, Петра и Павла, других апостолов. И мы почитаем своих святых, чьи имена носят. Поэтому сегодня я всех нас поздравляю не только с днем рождения церкви, но поздравляю и нас с вами, что мы родились от нашей матери, от семени нашего отца, и мы еще родились в церкви Божьей. Мы чада Божьи, мы дети Бога жива. Дорожите этим, благодарите за это Бога, в этом наша жизнь, в этом наше терпение, в этом наша премудрость, это наша земная жизнь. Поэтому всегда не забывайте, что мы живем в церковном календаре, живите по церковному календарю, потому что Он нас готовит для будущей вечной жизни в Царстве Небесном, где мы увидим и Божью Матерь, и апостолов Петра и Павла, и всех других апостолов, все увидим и поймем. Ну а пока мы еще до этого не дошли, будем продолжать Богослужение. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok